История со строительством 12-этажных домов 14-Б, 14-Д и 14-Корпус-4 на улице Парковой длится уже более 7 лет. В 2009 году за работу взялся застройщик Тонус Плюс. Предприятие получило от граждан более 47 миллионов гривен, но взятые на себя обязательства не выполнило. А потом объявило себя банкротом, рассказывает юрист Александр Штейнберг. Люди были вынуждены объединиться в жилищно-строительный кооператив, собирать деньги и самостоятельно достраивать свои квартиры. Был организован кооператив жилищно-строительный кооператив с силами пайщиков, силами жильцов. Медленно, но уверенно строительство продолжалось. На данный момент сложилась такая ситуация, что возвращается вторично о Тонус и хотят через решение суда отобрать право собственности у пайщиков. 7 октября арбитражный суд постановил признать недействительным договор между кооперативом и компанией Тонус, а строительные площадки вернуть в конкурсную массу должника. По словам юриста, кооператива это значит, что люди лишатся своих квартир, уже готовых или еще только строящихся, без каких-либо компенсаций. Сейчас, в современный период времени, к нам такая пришла гадость, другому не скажу слово, извините, выбрал, как рейдерство, захват предприятий или его активов. На одной чаше весов у Фемиды находятся интересы 166 членов кооператива, которые априори, однозначно и точка, внесли деньги в это строительство, которое законно, по документам Департамента архитектуры, правительственной комиссии и ГАСКО, стоит под надзором. Стройка проверена, она законна. Чаша весов, да? И желание квартиры получить себе. Ни коммерсанты, ни перепродажа, себе. Договора прописаны, договоры суд просмотрел. Здесь, в Чаша весов, есть группа мошенников, которые получили 6 доверностей, от 6 физиков, не вступивших кооператив по разным причинам. На этом основании хотят забрать себе эту же стройку, оставив с носом, увидели судебное определение, нет интереса нашего, нас всех. В 2009 году приобрели, наша семья приобрела квартиру у Тонуса. На тот момент, спустя два года, квартира не была построена. И мы от них получили письмо, где они нам рекомендуют вступить в кооператив с целью достроить наше жилье. Ну, на данный момент, согласно решению суда, это право у нас отобрали. Поэтому я прошу правоохранительные органы вмешаться в этот процесс и отстоять наши права. Семья Пилипчук купила квартиру, сданную в эксплуатацию доме полгода назад, за средства материнского капитала. Пенсионный фунт России месяц проверял жилой объект на законность, рассказывает она. Мы месяц подождали, нам сказали, что объект абсолютно чистый, в правовом поле России. Все в порядке, покупайте квартиру, живите и радуйтесь жизни. Ну, собственно говоря, что мы и сделали, а теперь вдруг выясняется, что все проверки, и в частности в Росреестре, который мы запрашивали, все это как-то мыльным пузырем оказывается. По настоянию пенсионного фонда, членами, собственниками этого жилья являются несовершеннолетние трое детей нашей семьи. Пытаясь отстоять свои права, жители домов по улице Парковой дошли до арбитражного суда центрального округа в Калуге. Их жалоба будет рассмотрена 2 ноября. Кроме того, они обратились с просьбой о помощи к уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой и уполномоченному по правам человека в Севастополе Павлу Буцаю. Наши юристы начали заниматься этим вопросом. И основная задача, чтобы севастопольцы никаким образом не были нарушены их права, и чтобы никто не оказался на улице. И восстановить справедливость. Люди надеются, что прокуратура, руководство города и страны защитит их, и они не окажутся с детьми и стариками на улице. У нашей власти и правоохранительных органов достаточно инструментов, достаточно средств и возможности защитить наши права. И я думаю, что власти и правоохранительным органам осталось только проявить волю. И я прошу от всех членов кооператива, граждан, которые пострадали, попросить, чтобы не умалчивали и оказали нам помощь.